Продолжение следует... Вы сегодня познакомитесь. Я любил, да, в первый раз в своей короткой жизни. Хотя что греха таить. У меня и раньше были девушки, но все это по сравнению с глубиной моих чувств к Хелле. Мимолетные приключения, любовь с первого взгляда, как говорят поэты о чувствах периода созревания. А Хелле вошла в мое сердце из подволь незаметно. Даже думал ли я о ней, как о женщине, увидев впервые. По правде, женщины тогда меня почти не занимали. Я был по горло загружен институтом, да еще массу времени отнимали. Халтуры для редакции, которые я настойчиво атаковал, чтобы свести концы с концами. И еще, как дитя деревни, я подозрительно, с опасным его недоверием смотрел на всех городских женщин, которые издавна были олицетворением всех зол для крестьянина. Я ведь вообще не любил город. Все связанное с его урбанистической природой угнетало меня, отталкивало и возбуждало безграничную тоску по родной деревне. Меня больше влекли предместья, где были зеленые просторы, высокое небо, совсем как в родных местах, напоенное щебетом птиц. Там я чувствовал себя, как в деревне. Бывало приятно, особенно весной, да, весной, потому что именно тогда и нагрянула первая любовь. Вытянуть на берегу реки подкошенной усталостью ноги и глядеть на монотонно струящуюся воду, вслушиваясь в крик ловящих рыбу чаек. Ты видишь старика-паромщика с узотловатым лицом пьянчуги, снующего на лодке туда и обратно по реке. Он словно сошел со старинных гравюр, как и женщины, которые теплыми весенними вечерами подвое-потрое спускались к воде со стиркой. В тихом воздухе слышен гомон голосов, смех, мягкий перестук вольков. Деревня. Да, сам того не ведая, ты убегаешь мыслью в родную деревню. Видишь пруды, окаймленные зарослями айра, растеленный угумен, беленые холсты. И эти женщины за рекой кажутся тебе родными, словно среди них находится твоя мать или сестра. Ты располагаешь на коленях картонную папку, достаешь карандаш. Меня просто заинтересовали эти три стирающие женщины, до которых не более ста метров, и я буравлю их взглядом, деталь за деталью, перенося на бумагу. Тощая старуха, то и дело кашляющее, молчаливое, открывающее рот разве для того, чтобы отпустить непристойность. Рядом с ней невысокая толстушка в красном сарафане, которая болтает безумолку, хихикая после каждого второго слова, но руки ее работают с таким же проворством, как и язык. Третья же совсем еще молоденькая девушка. Расстояние не позволяет установить точно, что черты ее лица мягкие и правильные, что вокруг прямого носа рассыпаны веснушки, а волосы пышные, цвета меди, заплетенные в косы, скрученные на макушке. Она стройная, среднего роста, хорошо сложена. Я убежден, ее ноги, открывающиеся до половины бедер, когда она наклоняется, изящные и красивые. Мне не надо, чтобы ветер дул с их стороны. Наблюдать удобнее по ветру, но легкий юго-западный ветерок веет с того берега, и я слышу почти каждое их слово. Опять расселся этот там напротив, в белой кепке. Толстушка хохочет. Хеля побыстрее замуж выскочит. Верно, Хеля? Девушка поворачивает голову в сторону толстушки, отвечает что-то, но так тихо, что ветер не доносит. Изящная головка снова поворачивается к тем двум. Возражает? Просит перестать? Умоляет? Не знаю. Да и не важно это. Куда важнее, что я не могу представить ее иначе, как растерянный, покрасневший до слез, с глазами затравленной сироты, бессильно умоляющий помочь. Сирота, бедная сирота, а эти две ведьмы, на которых она должна тяжко трудиться за кусок хлеба и убогой кров. Мое воображение, с детства, вскормленное мамиными сказками, уже рисовала картины жизни бедной девушки, одна другой страннее. Я едва не плакал от жалости, не ведая того, что вскоре все это окажется чуть ли не чистой правдой. Хеля, опустившись на одно колено, бьет вольком по свернутому жгутом белью, широко замахывая, с какой-то радостной яростью. Плечи вздрагивают, тонкий стан раскачивается в такт. Подпрыгивает дешевая сережка на пунцовой мочке маленького уха. Хочу лучше разглядеть ее лицо, но она все отворачивается, подставляя взгляду туго свернутые медные косы. На другой день дождь. Целую неделю идет с небольшими перерывами. В первый же погожий вечер беру свою папку и к нейрис. Но Хеля не видно. Завтра повторится та же сцена, зато послезавтра я увижу Хелю. И что всего удивительней, одну. Выпрямилась. Минутку смотрит на меня растерянно. Но миниатюрные губы уже раскрываются, как бутон, согревая лицо робкой улыбкой. Я вижу в ее глазах радость, стыдливо скрываемую, несмелую, но настоящую радость, радость встречи. Видела, как вы через реку переправлялись, говорит она, топчас босиком на мостках. Правда? Честное слово. Мне надо закончить свой рисунок, Хеля. Сегодня бабушка с тетей не придут. Вот и хорошо, Хеля. Я буду рисовать только вас. Просто удивительно, что сегодня вы одна. Да что вы, пан, святая правда, Хеля. Этот рисунок я назову юной прачкой, а копию подарю вам. Идет? Она смотрит на меня недоверчиво. Ресницы трепещут, как мотыльки, все чаще и чаще. Неужели заплачет? Мне? Почему мне, пан? Художники просто так не дарят своих картин незнакомым девушкам. Могу не дарить, если это вас оскорбляет. Меня задела ее подозрительность. Очень уж мне я не думал, что неприлично отблагодарить девушку, которая согласилась позировать. И, кроме того, немного нравится. Вы, вы, не знаю, что о вас и думать, пан. Отвернулась, яростно трет какую-то клетчатую ткань, налегая на валек. Я не панхи людня и даже не художник, но хочу им стать, если вообще можно стать художником. И будьте добры, не подставляйте мне свои косы. Какой-то мудрец сказал, что лицо зеркало души. Окажите милость. Разрешите бедному студенту художественного института заглянуть в зеркало вашей души. Будто оглохло. Вместе с папкой подхожу с другой стороны. Косы снова поворачиваются ко мне. Закуриваю. Пускай капризничает, пускай жду. Смотрю на противоположный берег. За деревьями мелькают силуэты прохожих. Иногда промчится пролетка извозчика или автомобиль, поднимая облако пыли в тех местах, где снарядами разворочена мостовая. Солнце греет спину, ветерка и в помине нет, жарища страшная. Надо бы съездить волоком пяй, искупался бы, повалялся на пляже. Правда, какого черта я притащился сюда со своей папкой? Неужели для скульптуры недостаточно того, что сделано в прошлый раз? Целых пять вариантов с разных точек. Действительно, иногда трудно бывает объяснить, почему ты поступаешь не так, как положено по всем законам логики. Растягиваюсь на спине. Голубой океан неба, то тут, то там забрызган белый пеной облаков. В голову приходят самые дикие мысли. Хеля, говорю, что бы ты сделала, если б сейчас, мучаясь с этим бельем, поймала золотую рыбку? Вот как в сказке. А рыбка сказала, пусти меня обратно в воду, добрая девушка, и за это я выполню три твоих желания. Какое твое первое желание? Сдать осенью экзамены в университет. Сам не чувствую, как сажусь. А она, знай себе, трет белье и продолжает. Потом попросила бы, чтоб вернулся, словом, чтобы она выполнила еще одно очень-очень важное желание, которое скажу только ей одной. Ну, и последнее, но это тоже в уме. Ты загадочная, Хеля. Нет, пан, только не хочу, чтобы вы надо мной смеялись. Меня зовут Людосом, Хелюня. Что же ты собираешься изучать? Не знаю пока. Придумаю за лето. А может, подам заявление в консерваторию. Учителя советуют. Говорят, у меня неплохой голос. Еще один сюрприз. Чудесно, Хелюня. Поздравляю. Я души радуюсь, словно мне не все равно, кем хочет стать какая-то девчонка из пригорода, певицей или администраторшей колхозного базара. Раз уж учительница обратила внимание на твой голос, почему бы не попытать счастья, тем более, что у тебя хорошая внешность, что очень важно для артиста, тем более женщины. Хорошая внешность, почти радостный возглас, но такой неожиданный для нее самой, что уши тут же заливаются краской. Ну да, конечно, все больше распаляясь, продолжаю я. Все данные, экстра, и фигура, и ноги, и личико, все как по заказу, полная гармония. Думаешь, я выбрал бы своей моделью какую-нибудь толстуху? Хеллини громко смеется, выпрямилась спиной ко мне, даже простирку забыла, по-женски горда и счастлива. Честное слово, какой вы пан Людос, пан Людос, ну ладно, сдаюсь до поры до времени. Вы подарите мне этот рисунок на память? Спрашивает она, не оборачиваясь. А может, разрешите теперь посмотреть? А чего ж, говорю, можно, но за это тебе придется мне спеть. Идет здесь, на людях. Еще подумать, что совсем ненормальное. Ну и шутник же, пан Людос, ей-богу. А я бы тебе спел, будь у меня голос, люди. Да что мне эти люди? Разве с тобой так не бывало? Плевать на все, что о тебе думают, лишь бы не подумал плохо один человек. Один, понимаешь? А все другие пускай катятся к чертям собачьим. Хеля молчит, съежилась, как улитка в раковине, наклоняется к воде, полощет белье. От нее пахнет несказанной чистотой, чем-то волнующе прозрачным. Она как вздох родничка, и мне снова чудится родная деревня. Белые тропинки холстов вдоль пруда, изгороди увешанной одеждой вынесены для проветривания. Вижу только что вымытый пол в избе, мать, взгромоздившуюся на стул с закатанными выше локтей рукавами и вытирающий потолок. Слышу светлый праздничный запах весны. Хеля, хочу сказать ей, ты напоминаешь мне сейчас огромный праздник, но в последний миг мысль делает неожиданный поворот. Хорошо, я покажу этот рисунок, хоть он и не закончен, говорю. Да и незачем его кончать, это только набросок для большой работы. Видишь ли, Хеля, я надеюсь со временем стать скульптором. По этому рисунку я вылюплю из пластилина малюсенькую стирающую Хелю. Потом нам на углины примусь лепить такую, какой она должна быть, скажем, в метр семьдесят высотой. Потом из этой глины, ну, это уже технология, тебе неинтересно. Ой, что вы, говорите, говорите. Потом, Хеля, потом, душа скульптуры куда важнее, чем процессы изготовления. Скульптура без души, хоть и тщательно сработанная, будет только куском гипса, бронзы или другого материала. А я хочу, чтобы человек, увидев мою Хелю, остановился и задумался, задумался и был бы потрясен, чтобы скульптура приковала его и не отпускала, пока не выскажет все, что должна высказать. Минуточку, дружище, сейчас будет говорить Хеля прачка. Разве ты не видишь, какая я юная и прекрасная? Как много во мне неуемной молодости? Я еще почти ребенок, но на моем лице взрослая серьезность, под которой виден отцвет страдания. Я пытаюсь улыбнуться, хочу беззаботно расхохотаться, раскинуть руки и обнять весь мир, но сама не знаю, что творится в такие минуты со мной. Меня сдерживает какая-то внутренняя сила, порожденная коротким, но мучительным жизненным опытом, сила, угнетающая всех, у кого есть сердце, умение думать. Война, только что отгремевшая война. Тебе ничего не говорит это слово, дружище? Да и вообще, что ты знаешь обо мне? Может, я лишилась дома? Ведь миллионы людей во время этой ужасной эпидемии уничтожения лишились родного крова. Может, в войне погибли мой отец или брат, умерла мать. Не перечислить, скольких близких приютила земля, которую четыре с лишним года поливали кровью и слезами. Да, дружище, и вот теперь, когда после этой кровавой бури засияло солнце, я пришла на эти мостки с узелком белья, чтобы очиститься. Для меня это праздник, невиданный праздник, мир. Я смою пятна слез и крови, хотя сама не пролила ни капли ее, соскребу грязь скотской похоти. Я не запачкана, но принадлежу к тому же роду человеческому, его преступления жгут и мою совесть. Для того я и пришла в мир, чтобы очистить загаженное одеяние человечества. Я Хеля прачка. я замолкаю, задыхаясь от волнения, минутку сижу, сжимая ладонями виски. В ушах отчаянно бухают удары сердца. Вот это да! Высказал то, о чем даже не задумывался, размышляя над своей скульптурой. Совсем неожиданный поворот. Будущее произведение кажется таким ясным, что получилась бы поразительная скульптура, если б можно было создать ее вот так, здесь же, на одном дыхании. Хеля, добрый мой ангел, кричу, вскакывая на ноги, ты подала мне прекрасную идею. Хочу броситься к ней, расцеловать, как счастливый мальчуган сестру, подарившую давно желанный предмет, но меня отбрасывает негромкой всхлип. Да что это на самом деле? Что случилось, Хеля? Ответа нет. Только испуганный и удивленный взгляд впивается в мое лицо, а по щекам катятся слезы, оставляя серебристые дорожки до дрожащего подбородка. Не знаю, что и думать. Почему, Хеля? Спрашиваю шепотом. Я испугался. Не ее слез, а того незнакомого чувства, которое поднялось во мне, как речная вода в ледоход, заливая грудь тревожным хмелем. Я обидел тебя? Говори, чем обидел, милая? Как во сне достаю носовой платок, вытираю мокрые щеки, а пальцами другой руки придерживаю детской подбородок. Разве это не странно встретить два раза девчонку и внезапно почувствовать, что вырос вместе с ней в одной избе? А еще удивительнее знать, что и она чувствует то же самое. Ты прости, я не хотел, правда, не хотел, Хелюня, не сердись. Этот молодой человек совсем ничего себе. Если и обидит кого-то, то не со зла, а по неразумию, улыбнись этому трепачу, Хеля, покажи, что ты не сердишься, хоть он и правда не знает, в чем провинился. Я смеюсь над собой, надеясь развеселить Хелю, но она уже плачет на взрыв. Откуда я мог знать, что ее, выросшую в таком окружении, где ласковое слово столь же редкий гость, как и вкусная еда, ласковость чужого человека потрясает до глубины души. Я ничего не знал. Даже когда она, успокоившись, открыла передо мной сердце, и я услышал коротенькую историю ее жизни, даже после этого скупого ее рассказа, я продолжал думать, что единственная причина ее слез – мысль о потерянных родных. Лишь гораздо позже я услышу со счастливо улыбающихся уст Хели – ты помнишь ту нашу встречу, Людос? Ты был так добр ко мне, так красиво говорил. Никто никогда не говорил мне таких слов, да еще так ласково. Разве что мама что-то похожее, когда я хворала. и я плакала, как последняя дура, милый мой, а ты вытирал мои слезы, но я все равно плакала и плакала, так было приятно плакать, и так хорошо, что ты вытираешь слезы. Да, будут сказаны и такие слова, вместе со взглядом любящих глаз и прикосновением ладони, пахнущей речной водой к моим волосам. Будет сказано это и погружено в глубину души только для того, чтобы изредка вырывалась на поверхность, как солнечный луч из разорванных туч, освещающий тоскливый пейзаж умирающей осени. Но до этой минуты я успею съездить на каникулы в родные места издеваясь над собой над сентиментальной сценой на мостках и прикидываясь, что все забыл. Нет, да, нет, и не было такой девчонки с косами цвета меди. Это сон, это фальшь, как многое в жизни. А на самом деле существует лишь пластилиновая прачка, поскольку она одна из деталей бесконечного мира искусства, а искусство в целом вечно и правдиво. Я помогу отцу скосить лук, помогу колхозу на уборке озимых, по воскресеньям буду бродить по полям, разглядывая камни, только скульптор может понимать их и любить, как садовод цветы, которых в наших местах немало. Буду подыскивать себе всякие занятия, чтобы заглушить растущее беспокойство. Но чем бы я не занимался, изнурительной косовицей, блужданием вокруг этих своих камней в полях или, наконец, ничего не деланием с книгой в тени сада, ни на час мне не удастся сбежать от медноволосой девушки с росинками веснушек вокруг носа. Хеля, да отвяжись ты, оставь меня в покое и взмолюсь я, проснувшись среди ночи, зная, что не смогу больше заснуть. А она ответит на мои мольбы грустной улыбкой, налегая на свой валёк, раскачиваясь, будто тростинка всем своим тоненьким станом. И я снова увижу переливающиеся, словно ртуть, воду нерис, удары крыльев, белоснежных чаек, прохожих на набережной за рекой, увижу её, свою хелю. Маленькие губки, раскрывшиеся цветком и обнажившие белизну зубов, влажный блеск заплаканных глаз, слёзы, которые покатятся по бледным щекам, впитываясь горькой солёностью в мою ладонь, подставленную под дрожащий подбородок. Близость её тела опьянит меня до одери. Я захочу убежать от чувственного запаха кожи, от стройности босых ног, загорелых рук, но они будут всюду. Хеля заполнит всё пространство вокруг меня, день за днём всё настойчивее и глубже проникая в моё сердце, которое, как я уже говорил, не раз оказывалось занятым, но только теперь начала понимать, что такое любовь. А осенью, в сопровождении неблёкнущей её тени, я вернусь в Вильнюс и долго буду бродить по берегам реки. Будет уже прохладно, ненастные дни, а ночи ясные заморозками. Женщины больше не спустятся со стиркой к реке. Тогда я перейду недавно построенный мост, ещё без тех скульптур, которые позднее выдрузят мои почтенные коллеги, и целыми вечерами буду бродить по району улицы Дзержинского, по узким грязным переулкам, среди пахнущих огородами домишек. Я встречу много женщин и девушек озабоченных, спешащих по своим делам и других глазами охотящихся волчиц, стреляющих в прохожих мужчин, но нигде не увижу её моей Хели прачки. И всё-таки однажды, да, в один прекрасный день случится это. Хеля, здравствуй, Хеля, это я, Людос, не узнаёшь? Людос? О, Боже мой, губы трясутся, но слов больше нет. И не надо, всё говорят её глаза, лицо, счастливая широкая улыбка. Мои руки раскинуты, будто крылья вырвавшиеся на волю птицы. Вижу, как затрепетали мотыльки её ресниц. На ней потёртое осеннее пальтишко, перешитое из старого. Прядь волос рвётся на волю из-под дешёвенькой, тоже не новой шляпки, которую она придерживает рукой, чтобы не унёс ветер. «Я тебя искал всюду, всюду, Хеля!» Шепчу, чувствуя, как невидимая сила всё шире расставляет мои руки, а её лицо, обиваемое холодным ноябрьским ветром, всё приближается, и через мгновение мы бросимся друг к другу в объятья. Вы слушали отрывок из романа Йонаса Авижуса «Хамелеоновы цвета». Читал народный артист РСФСР Алексей Концовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова